здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня пицца 15 сентября 2020 года я готовлю свой фильм крепости а тут вдруг выскочила такая новость и я решила вперед сделать это видео вот смотрите теперь у нас проявилась кто в общем-то толкает заставляет всех одевать маски вот такая новость давайте послушаем вылечившийся от кави 19 может распространять вирус до 90 дней но у нас перечень опасных заболеваний к вида 19 не существует давайте посмотрим что нам говорят четко доказанных повторных случаев кроме единичных при нарушениях в иммунной системе не показано в мире таких статистических данных нет в россии тоже нет каждый объявленный случай при глубоком анализе показывает что это не так или первичное заболевание не было коронавирусным или сегодняшнее заболевание таковым не является но вы абсолютно правы в том что надо всем соблюдать масочный режим и привитым и непривитым и переболевшим и непереболевшим у нас есть наблюдение и такие же наблюдения за рубежом о том что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней вот наше наблюдение сегодня помда 48 дня в российской федерации наши за рубежом есть до 90 дней человек который уже нет симптомов который чувствует себя прекрасно у него нет клиники у него прекрасная кровь все показатели но вирус износа он выделяет даже если у него была тяжелая пневмония срок обновления клетки в легких до 20 дней то есть где-то он персистирует поэтому риск того что это персистирующая инфекция он очень велик и поэтому переболевший и привитые тоже я имею иммунитет я не буду страдать от этого вируса сама но вместе с тем я могу быть распространителем инфекции это важно надо всем соблюдать масочный режим и привитым и непривитым и переболевшим и непереболевшим у нас есть наблюдение и такие же наблюдения за рубежом о том что переболевший человек что у нее с голосом вот она сидит без маски вот эта говорящая голова похоже на анну попову руководитель роспотребнадзора анна попова и говорит о тем что нужно всем носить маски вот от кого это исходит хотя это роспотребнадзор это не медицинское какое-то учреждение это юридическая организация роспотреб потребители надзор над потребителями потребителями чего анна попова кто такая анна попова если у нее медицинское образование чтобы делать такие заявления и что у нее с голосом почему она сама без маски потому что она сама может быть носителем инфекции по ее же словам до 90 дней износ у нее там может выделяться вирус она сейчас может заражать всех и тем не менее она сидит без маски но предлагает потребителям носить маски то есть маски потребители должны носить маски и те которые переболели и те которые не переболели и те которые привились и те которые не привились короче говоря все но кроме нее, по всей видимости. Вот ей масочный режим не показан. ...отделяет вирус до 90 дней. Вот наше наблюдение сейчас. Ваше наблюдение, это чьи наблюдения? В общем, короче говоря, понятно, что здесь сейчас будет атака по новой, потому что они увидели, что население стало сопротивляться. И, так сказать, этой даме предложили в этой говорящей голове с скрипящим голосом, который сама, видимо, болеет, может быть, сама является разносчиком вируса, ей предложили это все озвучить. Ну что же, наше наблюдение, это ваши слова. Кто вы такие? Непонятно. Будете предъявлять документы. И будем опираться только на законы и на документы, на законодательство того же Роспотребнадзора. Посмотрим, что они пишут. Официально не то, что говорит представитель их, руководитель, который не является врачом, который не имеет права вообще такие заявления делать. То есть у нее нет никакого законного основания делать медицинские заключения, озвучивать их. Тем не менее, она это делает. Сегодня, по-моему, до 48-го дня в Российской Федерации наше за рубежом есть до 90 дней человек, который уже нет симптомов, который чувствует себя прекрасно. У него нет клиники, у него прекрасная кровь, все показатели. То есть у них нет симптомов, у него все показатели, а как-то они из носа там этот вирус у него вылавливают. Вот каким-то образом они там выловили. Но показаний нет. Но они так решили, что вот еще 90 дней будете носить маски, ребята. А что такое маска? Это гипоксия. Это очень вредно для человеческого здоровья, ношение маски. Это увеличение СО2. Это уже доказали экспериментально. Очень просто. Значит, они просто хотят уничтожить человечество для того, чтобы люди сами себя уничтожали, уничтожали, чтобы они самоотравлялись своими же выделениями. Но вирус из носа он выделяет. Вирус из носа у него выделяет. Вот сейчас у него в данный момент выделяет вирус из носа. И даже если у него была тяжелая пневмония, срок обновления клетки в легких до 20 дней. То есть где-то он персистирует. Поэтому риск того, что это персистирующая инфекция, он очень велик. Вот таким образом. Здесь она идёт как российский политик. Вот какой-то российский политик говорит о медицине, говорит о вирусах и о том, что всем надо носить маски. Она что, выше Конституции российской? Она выше законодательства российского? Она выше медиков? Кто она такая? Почему она делает такие заявления, такие вбросы в СМИ делает? Насколько этот человек имеет право делать такие заявления? Нам нужно это всё выяснять. Потому что сейчас опять пойдёт массовое принуждение всех. Просто сейчас они опять начнут истерить. Это уже истерика. Вот это уже истерика, наблюдения наши. Ваши наблюдения должны быть подтверждены законом, должны быть подтверждены документами. И мы будем требовать эти документы везде, повсюду. В чём это ваше наблюдение? Кто это наши? Кто ваши? Кто наши? Кого вы имеете в виду под нашими? Кто ваши? Вирус из носа он выделяет. Значит, нос должен быть закрыт. Представляете, что они хотят? Чтобы человек вообще не дышал воздухом. Им главное нос закрыть. Потому что нос выделяет, оказывается, вирус. Вот чего они пришли. Они уже не соображают ничего, видимо, сами. Потому что они напрямую пишут «вирус из носа». То есть с ртом, с открытым, можно уже ходить, можно дышать через рот. Маску на нос надо, главное, натянуть, а ртом уже можно дышать. Потому что здесь сказано, что вирус из носа, он выделяет. А про рот ничего не сказано. Ни про глаза ничего не сказано. Главное, что из носа выделяет вирус. Так говорит политик, некий политик под именем Анна Попова. Не знаю такую, но вот такая есть. И от COVID-19, которого нет перечня опасных заболеваний, опять они здесь вводят в заблуждение читателей. Вот подмена понятий идёт во всём, прямо сейчас. Благодарю за внимание. Делитесь этим видео, давайте думать. Давайте вместе думать, вот как этот геноцид, как против человечества, против нас ведётся война. Нас уничтожают напрямую. Она вот напрямую заявила, что будут заставлять. Поэтому нам нужно всем бороться. Вирус — это они, вот кто. Вот кто это распространяет, это есть информационный вирус. Из носа, изо рта, из ушей, отовсюду. Кстати, хорошая идея. Если люди будут закрывать нос, открывать рот, или нос и рот, они скажут и уши закрыть, и глаза закрыть, потому что вирус может выделяться из глаз и из ушей. Ну, в общем, вот так вот. Вот такие новости. Продолжение следует... Продолжение следует...